Игумени Алексея. Отец Игумени Алексея Андрей Сотов был крестьянином Тверской губернии. Малоземельный, он каждый год ездил в Петербург на отхожий промысел. Но ездить было накладно и хлопотно, и со временем он переехал в Петербург. Жена его устроилась работать на ткацкую фабрику, и в материальном отношении они не знали нужды. Примерно в 1885 году у них родилась дочь Анна, и стала любимицей родителей, которые, заключив в ней всю свою отраду и утешение, очень ее баловали. Однако это не воспрепятствовало вызреть у Анны к 12 годам, желанию уйти в монастырь. Отец к тому времени скончался, а мать, несмотря на всю любовь к дочери, не стала чинить препятствий, только сказала, что надо и спросить совета и благословения у праведного отца Иоанна Кронштадтского. Пришла Анна к отцу Иоанну со своей старшей подружкой, и он сказал ей, Бог благословит тебя, матушка Игумени. И благословил ее крестом, какой дают иноку при постриге. А старшей девочке сказал, а ты будешь у нее по виновении. Слова его впоследствии исполнились с точности. Получив благословение, Анна уехала в Скорбящинский Питский монастырь Нижегородской губернии, созданный по благословению преподобного Серафима Саровского. И здесь несла клиросное послушание. Через три года после поступления в монастырь скончалась ее мать, и она осталась сиротой. В 1917-1918 годах Игумени и монастыря была монахиня Поликсения, Аммиру Пульхерея. Это была очень благочестивая и энергичная монахиня. Став Игумени, она продолжала трудиться на самых тяжелых послушаниях. В 1918 году вооруженный отряд большевиков напал на монастырские амбары, но Игуменя не допустила взять хлеб. Грабители ушли, но через несколько дней арестовали Игуменю. В тюрьме она тяжело заболела и ее освободили. Когда она пришла в монастырь, то, к прочим, ее недугом добавился тиф. Эта болезнь окончательно расстроила ее здоровье, и она решила отказаться от Игуменства. Монахини стали искать среди сестер, кто бы с достоинством понес крест Игуменства в это смутное время. И выбор пал на инокиню Анну. Узнав, что сестры прочат ее в Игумене, она начала отказываться. Тем более, что Игуменство в трудовом монастыре казалось ей несоответствующим опыту ее предыдущего регенского послушания. Игуменя Поликсения убедила ее согласиться, обещая помощь. Нижегородский архиепископ Евдоким на Пицском подворье постриг ее мантию с именем Алексия. И сразу же перед новой Игуменей встали трудности по сохранению монастыря. Власти требовали его закрытия. Монахини не желали расходиться и бросать обитель. Соглашались называться трудовой артелью, только чтобы сохранить уставную монастырскую жизнь. В это время в монастыре было 130 монахинь и послушниц. Игуменя одновременно была председателем артели. Разобравшись в системе издававшихся тогда советских указов, Игуменя Алексия снова наладила жизнь монастыря, не позволяя разорять его многочисленными налогами и поборами. В то время, когда все кругом нищало и разорялось, А созданные повсюду безбожные коммуны сами беспощадно разоряли и уничтожали захваченное имущество, Община Пицского монастыря безвозмездно благотворила всем нуждающимся. Советское начальство считало Пицскую артель самой передовой в области. Монахини пользовались всегда агротехническими достижениями И собирали большие урожаи, не истощая земли. Представители властей любили сюда приезжать и дивились умелому ведению хозяйства. Им оно казалось плодом коллективного труда. Одно им здесь было чуждо – христианская вера и все монашество. «Одно нам не нравится», – говорили они монахиням. «Зачем у вас церковь? Зачем вы ходите в монастырских костюмах? Закройте церковь, снимите костюмы». «Если мы закроем церковь и снимем костюмы», – отвечали те, «нам тут и делать нечего, мы разойдемся по домам». Большая подвижница игуменя Алексея не лишена была дара прозорливости. В то время она поддерживала духовные отношения с епископом Варнавой Беляевым, который принял в 1922 году подвиг еродства. О том, что он собирается принять на себя подвиг еродства, она не знала, как не знал никто. Однажды игуменя увидела епископа во сне, полбороды обстрижена, одет в мирскую одежду, а через некоторое время пришло из города письмо, где владыка именно в таком виде был описан. 1 мая 1920 года скончалась игуменя Полексения. Перед наступлением 1927 года с монастырского собора упал крест, хотя собор был построен с большим чанием и любовью совсем недавно. Крест подняли и водрузили на место, но всеми насельницами монастыря случившееся было понято как предзнаменование грядущего его закрытия. Однажды игуменя Алексия и послушница Дарья Алексеевна сидели в монастырском дворе, только что привезли новый тез для починки построек. Дарья Алексеевна, оглядывая устроенное монастырское хозяйство, на которое радостно было смотреть, с удовлетворением стала говорить о том, что все-то в них есть. А игуменя думала, вот Дарья Алексеевна так-то рассуждает, а Господь может все отнять за одну ночь. Вскоре в ночь под покров 1927 года она увидела сон. Собор. Деревянный тротуар у собора. Все, как у них было в действительности. Вдруг небо отверзлось, и в проеме она увидела Спасителя с крестом. Возле него была Богоматерь, скорбный взгляд которой поразил игуменью, и тут же она была пробуждена набатом. «Мария!» – позвала она послушницу. «Поди, узнай, что там такое?» Мария пошла узнавать. Выяснилось, что горит конный двор. Все лето было сухо, и он мигом вспыхнул и прогорел сразу дотла вместе с лошадьми. В начале 1928 года благожелательно настроенный к монастырю представитель власти, видевший труд монахинь и успешное хозяйство, сказал, «Не хочу я вас обманывать, но мы вас к 1 мая все равно закроем, потому что вы в нашу программу не укладываетесь. Нам с Богом не по пути». 1 мая 1928 года монастырь был закрыт. Монахини переехали в Нижний Новгород на монастырское подворье. Вскоре и подворье закрыли, и они разошлись по частным квартирам и домам. Игуменья Алексея поселилась вместе с некоторыми из монахинь в одном из частных домов. Она много молилась и, будучи совершенно лишена мирской дерзости, предпочитала теперь вовсе не соприкасаться с миром, отказывая себе в необходимом. Но и теперь Игуменья была ненавистна гонителем. Она это знала и заранее собрала вещи, могущие ей понадобиться в заключении. В мае 1939 года она была арестована. «Вы уже все собрали?» – удивились чекисты. «Я каждый день готовлюсь к этому дню», – отвечала она. В Нижегородской тюрьме Игуменья пробыла год, и в мае 1940 года ее отправили в ссылку, в Красноярский край. Она была тяжело больна раком, и к тяготам ссылки прибавились страдания от смертельной болезни. Но и недостаток, и необходимым, и мучительные боли она переносила скротостью и смирением. За 19 дней до кончины Игуменья Алексея перестала принимать пищу. На 19-й день, когда все отболело, она почувствовала себя совершенно здоровой. Съела маленькую булочку, выпила глоток молока, и в этот же день, 1-го, 14-го августа 1940 года, в 10 часов вечера скончалась. Источник. Мученики, исповедники и подвижники благочестия. Русской православной церкви. Русской православной церкви.